Когда лучше всего чему-то учиться, осваивать новое дело, воплощать мечты в жизнь? Конечно же, когда ты молодой. Правда, необходимо еще понимать, а что тебя привлекает, к чему тянет. Денис Клюка руководит агентством недвижимости. Средний возраст сотрудников его компании – 30 лет. Привлечь больше молодежи к общественности, привлечь молодежь к тому, чем мы занимаемся, показать молодежи, что они, в принципе, могут прийти к нам в компанию, работать у нас в компании. Для гостей фестиваля приготовили множество активностей, чтобы каждый мог попробовать себя в той или иной сфере деятельности, которая ему близка. Особый интерес представляли творческие площадки. Анастасия Кондратенкова занимается необычным рукоделием. Рисунки на собственноручно изготовленные изделия она наносит при помощи штамповки. Вот, например, из свежего. Это был вырезан штамп гортензии и нанесен. Можно сделать любой. Цвет, фактуру. Можно разноцветно, можно красное, белое. Все, что угодно. На фестиваль приходили семьями. Для детей были организованы игровые и творческие площадки. Зайцы бывают великие, русаки. У меня же получился вот такой совершенно необыкновенный заяц. Такие же удивительные игрушки получаются и у ребят, которые со мной находятся за одним столом. Бывают, да, очень интересные и красивые прям картины. Видимо, ну, дети, возможно, занимаются где-то, да, рисованием. И такие очень красивые рисовали. И закаты, какие-то фигуры обрисовывали. Ну, главное, чтобы это было творчество, весело, интересно нашим деткам. Официальными гостями фестиваля стали советник главы Ленинского городского округа Моисей Шимаилов и заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Наиля Нугаева. Они пожелали организаторам фестиваля плодотворной работы и будущего их детищу. Новое начинание, конечно, нуждается в поддержке и некой помощи. Ну, а главное, не хочу забегать вперед, потому что очень много видел, очень много пробовал сделать. И могу одно сказать. Не факт, что каждое новое начинание может долго жить. Но вашему фестивалю я желаю долгой жизни. Очень сейчас трудно вытянуть молодежь из интернета, из-за компьютеров. И идея у вас очень интересная. Мы пожелаем вам огромных успехов. Вместе будем работать над этим. Видное стало вторым городом, где прошел фестиваль «Артбас». Организатор Екатерина Харитонова отметила, что они поставили перед собой непростую задачу, но готовы справиться с ней. Глобальная цель – вывести молодежь, наконец-то, в офлайн. Потому что люди настолько устали от пандемии, они настолько зависли в телефонах, и мы решили их всех вывести. Мы знаем, что всех интересует. Соответственно, мы создали для них атмосферу праздника, атмосферу интересных зон, тематики. А к вечеру артистическую площадку уступили кавер-группам, которые и завершили первый летний молодежный фестиваль. Татьяна Брылова, Александр Логинов и Екатерина Давлятова. Видное ТВ.